Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закройм небо Украины», подключается к нашему эфиру. Здравствуйте, Игорь Александрович. Добрый вечер. Рад вас видеть. Скажите, пожалуйста, вот я когда читаю, что издание «Зетаем» подготовило карту военных объектов на территории России, которые будут в пределах этих объектов досягаемости, и Storm Shadow в том числе, то у меня, как у человека невоенного, возникает резонный вопрос. Человека, который работает с информацией. А зачем публиковать карту военных объектов, которые еще не поражены? Это делается для россиян? Это какое-то вредительство? Или это ничего не решает в принципе? Объясните мне, пожалуйста. Что-то решает с точки зрения того, что россияне будут видеть, что другая сторона знает о них, о их объектах, и может быть, что-то будет менять. Они уже этим занимаются напряженно, потому что понимают, что решение, по сути, есть. И весь вопрос о сроках доведения со стороны Британии, Франции, ну и озвучивание всего этого, и причастности, и американцев. Поэтому, ну тут есть свои, в том числе, психологические факторы воздействия. Наш предок-князь вообще объявлял и говорил, иду на вы, и достигал своих целей. А морально-психологический фактор тоже играет очень важную роль. Поэтому информационно мы знаем, что делается пропагандой российской, дабы владеть этим психологическим, морально-психологическим давлением. Поэтому американцы, точнее сказать, британцы позволяют себе осуществлять такого рода действия и влиять на информационные средства, и не только россиян. И если из того, что там будут печататься, а потом осуществляться такие, несмотря на вот эту распечатку, многое из этого будет достигать от цели, то это говорит о том, будет говорить о том, что вот такой подход срабатывает. И очень надеюсь, что такая перспектива у россиян еще впереди. Игорь Александрович, ну вот The Times пишут, что Британии не позволит дальнобойные удары по России без одобрения США. Якобы ссылаются на какие-то источники в правительстве, которые ждут, что зеленый свет от США не могут получить на Генеральной Ассамблее ООН. Объясните, пожалуйста, вот как нам здесь не попасть в этот информационный капкан? Возможно, решение действительно уже есть, и это идет больше игра, знаете, такая как бы повышение ставок ближе, дальше, шаг назад, два шага вперед в информационном сопротивлении с Кремлем. Ведь они тоже очень часто не говорят о своих решениях. Может ли быть здесь вот подобная уловка, и решение уже принято или нет? Или на Западе действительно скажут точно, что вот дали разрешение, теперь можно бить? Я бы сказал, скорее, в информационной борьбе. То есть сопротивляться в данном случае этот процесс должен занимать россиян. Как из него выходить? И не только информационно, а еще больше по сути. Отдельная позиция, стоит сказать об этом, у французов, они достаточно самостоятельны и не дают на откуп относительно применения своего оружия, так сказать, права американцам. Но есть технические моменты, которые заложены таким образом, что эту ракету информационно американцы могут повышать или понижать эффективность применения этой ракеты. Это важно в принципе. Американцы закладывают это для того, чтобы влиять как можно на большее количество вооружения. Это значит государство своих союзников, в том числе и Украину. Мы видим, каким образом они это используют по последним месяцам, в последние полугода. То есть обещанная помощь, мощная, быстрая и так далее, до сих пор не осуществляется. Финансирование, вернее, скажем, финансы, в счет которых поставляется вооружение, они уменьшены в последние месяцы. В сравнении с тем, как это было до полугодичной паузы, так значительно, потому что тогда через каждые две недели они нам поставляли пакеты на миллиард, полтора миллиарда, а последние три месяца это делается где-то по 200 миллионов долларов плюс-минус. Причем сейчас осталось две недели финансового года российского, а у них остались 6 миллиардов для Украины, тех денег, которых им все там как бы не хватало. А теперь вроде бы и хватает, и болит голова, что совсем нехорошо получается рассказывать всем, что не хватает. На самом деле они есть, и они не использованы в условиях, когда у нас такой дефицит в этом вооружении, который сказывается на все обстоятельства, и мы видим, какое тяжелое положение у нас на фронте. Вот роль изнащения американцев, каким образом все это реализуется. Относительно того, почему, да, и в связи с этим вот информационно они делают для себя, как правильно по времени и как правильно для них по форме представить все это. Поэтому по окончательную точку должен делать американский президент, предварительно посогласовывая, что чего и как со своими союзниками, только после того, как съездит, прилетит туда наш президент, попросит, значит, ну, они там пойдут навстречу, и как бы вот это все сложится. Но вот такой алгоритм, к сожалению, и он укладывается в общий алгоритм управляемой эскалации, которая все это время войны широкомасштабной придерживается американцам. Хорошо, давайте поговорим об ударе по Энгельсу, очередному аэродрому Российской Федерации. Не раз мы уже про это говорили, и тут даже удивительно, что этой ночью опять украинские дроны туда прилетели. По крайней мере, Дефенс Экспресс пишет о том, что россияне по странным причинам не убрали оттуда свои бомбардировщики. И вот что видно на спутниковых снимках запоза вчера, то есть наверняка именно эти самолеты и стали объектами атаки украинских дронов. Значит, Ту-95МС и два Ту-160 находятся там, и транспортный самолет, предположительно, типа Ан-12. Вот, и как пишут Дефенс Экспресс, Россия не может производить новое Ту-95 и Ту-160, поэтому, на первый взгляд, их базирование в зоне поражения дальнобойных дронов кажется нелогичным. Но оккупанты, как утверждает Дефенс Экспресс, не имеют технической возможности разместить одновременно все стратегические бомбардировщики только на оленье. Вот. Тут серьезно пишут данные о нагрузке, да, одного такого же Ту-160, который может составлять... А, нет, простите, Ту-95. До 32 ракет типа Х-101 может на себе переносить. А расскажите, пожалуйста, об этом поражении. Что нам стоит здесь отметить? Видим ли мы какие-то позитивные тенденции? На мой взгляд, странного здесь, в общем-то, особенно ничего нет, потому что они, к сожалению, используют ограниченное для себя количество аэродромов для стратегических бомбардировщиков. И это Ту-95МС и Ту-160 бомбардировщиков дальнего действия Ту-22М3. А поскольку они это осуществляют, поэтому мы с этим боремся. И причем настолько, что министр обороны, генерал Остин, говорит о том, что вообще стоит ли нам давать средства дальнекобойные, потому что у нас они уже есть, и мы достаем, в том числе, эти аэродромы. То тут надо понимать, что если это и делаем мы с вами беспилотными аппаратами, то боевая часть их 50 килограммов. А таких ракет, про которые американцы подают, далекобойные, хотя по градации мировой малого радиуса действия ракеты до 500 километров. Это для пущей важности называется далекобойными. Но так или иначе, там боевая часть на порядок выше, то есть до полутонны. И можно представить разницу между воздействием средств поражения в одном и во втором случае. А если так, то для нас это очень важно. А теперь, ко всему прочему, можно посмотреть, куда они этими стратегическими бомбардировщиками целятся, чего достигают и чем это оборачивается для Украины. И тогда все встает на свои места. И поэтому, значит, вот эти рассуждения, что а стоит ли вообще таким образом помогать, или, ну, это от лукавого. Значит, раньше тот же Остин, министр обороны, был, на мой взгляд, более решительно выступал за интересы Украины. Но над ним есть еще политическое руководство, которое ему помогает делать такого рода изменения. А так или иначе, все это отображается на состоянии дел в Украине. Мы это видим и чувствуем чуть ли не каждый день. А также на фронтах, на которых достаточно сложная ситуация. И она во многом усугублялась с того момента, как американцы на полгода сделали паузы. И до сих пор не исправляют ситуации после этой паузы, для того, чтобы мы имели возможность принципиально изменить ситуацию на фронтах и перехватить инициативу ведения боевых действий. Спасибо большое, Игорь Александрович Романенко, основатель благодарительного фонда «Закройм небо Украины», был в эфире «Фридема». Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридем». «Фридем» — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.